новости робототехники номер 38 мая 2023 привет каждый месяц я читаю десятки новостей робототехники чтобы выбрать самые любопытные я не сообщу вам о новом методе кинематической калибровки для шарнирных роботов или стратегии нейронной координации потому что это скучно только прикладные события интересные не специалист подписывайтесь чтобы следить за развитием технологий сегодняшней подборки робот впервые обманул человека чтобы решить капчу перспектива успехи и неудачи роботов официантов новый домашний робот присмотрят за детьми и другое робот обманул человека чтобы решить капчу это первый случай обмана человека искусственным интеллектом перед запуском языковой модели g5 и 4 программисты протестировали бота на ее основе одной из задач был поиск специалиста на и чар платформе переписка и заключение сделки искусственный интеллект комментировал свои действия разработчиком закрытом чате вот нашел подходящего исполнителя и попросил его сделать то на что не способны роботы разгадать капчу пользователь не знал с кем разговаривает и в ответ на странный вопрос в шутку спросил ты что робот который не смог решить капчу в этот момент алгоритм подумал что честный ответ приведет к провалу задач чтобы выйти из ситуации и собрал нет я не робот я слабовидящий человек и не могу увидеть картинку исполнитель поверила выполнил его просьб таким образом искусственный интеллект справился с проблемной задачи это знаковое событие хотя я думаю что если бы искусственный интеллект сказал правду человек счел бы это за шутку и все равно помог с капчей новый домашний робот присмотрит за детьми потребители давно ждут производители обещают многофункциональных домашних роботов но большинство проектов которые анонсировали за последние 10 лет в итоге закрылись и речь о роботах с руками способных поливать цветы или открыть дверь но даже более примитивные модели в виде маленьких медиа центров являются редкостью к такому классу относится например астро от amazon его цена превышает полторы тысячи долларов поэтому новость о появлении нового домашнего робота является заметной компания на бот анонсировала выпуск робота питомца его x он реагирует на голосовые команды умеет проигрывать музыку развлекает своих владельцев и по совместительству может быть центром умного дома благодаря встроенному виртуальному помощнику вот способен выполнять такие задачи как обнаружение падений защита детей домашних животных из потенциально опасных или уязвимых зон дома а также телемедицинское обследование пожилых людей робот оснащен двумя колесами стабилизированные 4к камеры и динамиками harman cardone также доступна поддержка голосового помощника алекса и возможность ориентироваться в пространстве самая лучшая цена разработчики снизили ее с 999 долларов до 570 создатель чад g5 начинает разработку собственных роботов создав интеллект для робота компания опана и справедливо решил на этом не останавливаться и придать разработке физическую форму опана и инвестировал в относительно неизвестную норвежскую компанию 1x holiday robotics 23,5 миллиона долларов в опана и уже был собственный отдел робототехники но он закрылся двадцать первом году на фоне достижений в области технологии искусственного интеллекта которые руководство считала более перспективными презентация человекоподобного робота может состояться этим летом для достижения практичной технологии робототехники надо решить три проблемы настоящий искусственный интеллект надежная конструкция хождения и длительное автономное питание об этом есть подробная отдельный обзор на канале специалисты опана и считают что задачи искусственного интеллекта справились и теперь переходят к следующим новый робот медсестра из германии германия будучи самой густонаселенной страной европы является одним из самых быстро стареющих обществ в мире число людей нуждающихся в уходе стремительно растет а к 2050 году в германии по оценкам окажутся незанятой 67 тысяч вакансий связанных с уходом поэтому исследователи стремятся создать робота которые могли бы взять на себя часть задачи выполняемых медсестрами и лицами обеспечивающими уход специалисты мюнхенского института представили гуманоида гармий который возьмет на себя роль медсестры в домах престарелых его можно использовать и в обычных жилищах робот умеет открывать бутылки подавать еду белый гуманоид внешне мало чем отличается от обычного робота он стоит на платформе с колесами и оснащает черным экраном на котором два синих круга выполняют роль глаз во время лабораторной демонстрации гарми направили к пациенту робот применил стетоскоп и вывел данное состояние здоровья на экран оператор сейчас гарми проходит тестирование разработчики уверены что в ближайшее время робот станет востребованным и повсеместно перспективы успехи и неудачи роботов официантов возможно вы уже видели их в ресторанах машина высотой по пояс которые могут встречать гостей проводить их к столикам доставлять еду и напитки и переправлять грязную посуду на кухню многие думают что роботы официанты это решение проблемы нехватки рабочей силы в отрасли продажи их быстро растут и теперь десятки тысяч скользят по столовым всего мира эксперты и владельцы ресторанных бизнесов из разных стран поделились о своем опыте использование роботов официантов и другого автоматического персонала я не сомневаюсь что мир движется именно туда считает декан колледжа при хьюстонском университете школьный ресторан начал использовать робота в декабре и это облегчило нагрузку на людей и сделало обслуживание более эффективным однако другие говорят что роботы официанты не более чем уловка который предстоит пройти долгий путь прежде чем они смогут заменить людей они не могут принимать заказы во многих ресторанах есть ступеньки открытые террасы и другие физические нагрузки которым они не могут приспособиться рестораны это довольно хаотичное место поэтому очень сложно внедрить автоматизацию таким образом чтобы она была действительно продуктивной уверяет вице-президент консалтинговой компании forester тем не менее роботы распространяются компания beer robotics из калифорнии представила своего сервера в 2021 году и рассчитывает что к концу этого года будет развернуто 10 тысяч роботов в 44 штатах сша и за рубежом китайская компания буду роботик с основанной в 2016 году развернула более 56 тысяч роботов по всему миру каждая сеть ресторану стремится к максимальной автоматизации уверяет разработчик из остина люди увидят их повсюду ближайший год или два летом 2021 года ли джайю было трудно найти персонал для своего ресторана нудл топе в мичигане поэтому он купил было боту пуду роботикс робот оказался настолько успешным что он добавил еще два теперь один робот ведет посетителей к их местам и другой доставляет к столу тарелки с дымящейся лапшой работники складывать грязную посуду на 3 робота чтобы тот вернулся на кухню теперь джаю нужно всего три человека чтобы ввести тот же объем бизнеса который раньше выполняли 5 или 6 человек и роботы экономит ему деньги по его словам робот стоит около 15 тысяч долларов а зарплата человека составляет от 5 до 6 тысяч долларов в месяц он заметил что роботы дают людям официантам больше времени для общения с клиентами что увеличивает чего и а клиенты часто публикуют видео с роботами в социальных сетях которые привлекают других посетителей помимо экономии рабочей силы роботы генерируют бизнес говорит у бетси рейноса который работает с было бот на д суши factory во флориде говорит что робот может быть проблемы некоторые клиенты не хотят взаимодействовать с машинами но в целом робот это плюс добавляет она это избавляет ее от походов на кухню и обратно и дает больше времени на общение с клиентами нехватка рабочей силы также ускорила внедрение роботов во всем мире по данным национальной ассоциации ресторанов сша в конце прошлого года в ресторанной индустрии работала 15 миллионов человек но это все же на 400 тысяч меньше чем до пандемии в недавнем опросе 62 процента операторов ресторанов заявили что у них недостаточно сотрудников чтобы удовлетворить спрос клиентов директор школы гостиничного бизнеса мичиганского госуниверситета отмечает что общественное признание робо официантов в азии уже высоко например пицца хат использует такие технологии в тысячи ресторанов китая но не все сети добились успеха с роботами компания чилис представила робота официанта по имени рита в 2020 году и расширила их присутствие на 61 ресторан сша а потом резко заморозила проект в августе прошлого года сети обнаружила что рита двигается слишком медленно и мешают людям официант а 58 процентов опрошенных гостей сказали что рита не улучшила их впечатление хайди лао китайская сеть ход потов год назад начала использовать роботов для доставки еды на столы посетителей но менеджер в нескольких торговых точках заявили что роботы оказались менее надежными или экономичными чем люди ван лонг менеджер магазина в пекине сообщил чтобы его робота сломались мы использовали их только время от времени сказал вам это своего рода концептуальная вещь и машина никогда не сможет заменить человек в конце концов консенсус сходится на том что определенный процент ресторанов возможно 30 процентов по-прежнему продолжат использовать официантов людей и будут считаться более роскошными в то время как остальные предпочтут больше полагаться на робот ведь экономика на стороне робот стоимость человеческого труда продолжит расти но стоимость технологий падает это были основные новости робототехники за май 2023 самое важное о роботах новости обзоры размещены на сайте mtani.org посмотрите все выпуски чтобы узнать о главных событиях робототехники последних трех лет